Привет! Сегодня мы пытаемся сделать обзор дизельного FX. Вот перед вами этот замечательный автомобиль и его хозяин. Роман, расскажи нам, пожалуйста, об этой машине, какого она года, какой комплектации, в чем особенность данного прекрасного автомобиля. Машина продается в России уже практически полтора года, но очень много вопросов, отзывов по ней почему-то в интернете, то есть какие-то прям буквально крупицы информации. Но я уже могу немножко о ней рассказать. Давай. Купил ее в 2012 году, машина, соответственно, 2012 года, была куплена новой. Одна, можно сказать, из первых официально везенных в Россию. Эта комплектация называется Elegance Plus Navi. В этой комплектации, в общем-то, ну, все подробности ее можно узнать на сайте интернета. По производителям, да. То есть это подробно описывать не будем. Лучше рассказать об основных отличиях. Вот чем отличается, значит, дизельный FX от бензинового, например. Ну, самое главное, это, конечно, двигатель. Двигатель один-единственный дизельный, трехлитровый, 238 сил, крутящий момент, 550 литонов. Давай покажем его. Как он у нас выглядит. Двигатель сам по себе большой. Я, когда открываю мотор у 35-го, спрошу, а где двигатель? Ну да, он так, нормальное место. Он занимает такое большое пространство здесь, довольно-таки. Ну, эти накладочки я поставил от FX50. Чтобы грязь пыли не летела. Совершенно верно. Сниму крышку, покажу, как он выглядит под крышкой. Вот так оно у нас снимается. Ну вот, в общем, такой вот ниссановский турбодизель. Великий и могучий. Да. Производство Renault-Nissan. Двигатель называется V9X. Отлично. Закрываем. Сейчас попробуем спустить и послушать, как он у нас звучит. Да, тоже очень интересно. Всех, наверное, волнует, как тут обстоят дела с вибрацией, звуком. Ну, вот так вот он работает, в общем, достаточно. Всех волнует этот вопрос, конечно, но со слов людей, так сказать, не заинтересованных, тарахтит меньше, чем, например, немцы. Те же X5 и X6. Ну, мой взгляд, очень одинаково тарахтит. Ну, окажется. Так. А вот, насчет вибраций. На самом деле, я хочу сказать, что если вот сидишь в салоне, вибрация, она не чувствуется. Единственное, что вот если на холостых, на руле, да, То есть, немножко есть, но... Чуть-чуть, да, что-то есть, но, в общем-то, малозаметно. Какой тут у нас пробег? 25 тысяч. Пробег у нас 25 тысяч километров как раз, да? Да. Вот. У нас вот горит датчик давления шин, потому что поставили новую, но еще прописать не успели. Ну, это да. Ничего страшного, на днях мы это исправим. Да, понятно. Отличие нашей компенсации от бензиновой, да? Да. Вот самое интересное. Самое интересное. Ну, вот первое отличие, например, мы можем посмотреть на стекла. На дизелях стоит двойные стекла. То есть, на FX-37 такого нет. Да. Это хороший бонус, надо сказать. То есть, как в качестве, видимо, дополнительной шумоизоляции, ну, вот такая. Смешная карта. Также, отмечу, в бензиновой версии активный круиз. На дизиновой версии работает от 40 км в час, ну, и до 40, да? Здесь до ноля. То есть, машина тормозит до ноля, и в течение нескольких секунд также продолжает сопровождение. Вот, что еще рассказать? Какие у нас еще отличия? Ну, есть еще отличия, вот какие, значит, дизиновые версии. Да, идем в багажник. Идем в багажник, как мы с вами. Открываем багажник. Поскольку мотор у нас большой, дизельный аккумулятор ему нужен тоже большой. Да. Вот здесь установлен аккумулятор на 110 ампер, и под капот он не поместился, поэтому он переехал у нас в багажник. Вот. Вот, стоит у нас такая здесь вещь. В связи с этим дизель остался без запаски. Да, и даже без докатки. Даже без докатки. В бензиновой версии здесь лежит докатка. Ну да, в ней сабвуфер, да. А, наверное. Здесь нам достался аварийный набор. Это банка с герметиком, континентарный, и компрессор. Вот, работает таким образом, если необходимо. Открывается герметик, банка вставляется прямо сюда, и компрессор прокачивает это в колесо. Отлично. Ну, за полтора года я этим ни разу не воспользовался. Да, слава богу. Слава богу. Но кто ездит, наверное, по стране, рекомендуется, не знаю, купить какую-нибудь докатку, бросить его в багажник. Пару раз я ловил железки в колес на трассе. Ну, в общем-то, датчики сразу показывали падение давления. Ехал до ближайшей шиномонтажки, и вставил, чтобы ты и спокойно ходишь. Да. Сначала, поначалу я, конечно, тоже переживал из-за отсутствия запаски, но как-то потом скорее всего из-за этих леонидов. Ну, в общем, преодолимая проблема. Расскажи про расход топлива реальный на этой машине. Расход топлива, да. Городские условия. То есть, Москва будет максимум, самый максимум, то есть, с самым жесточайшим пробками зимой порядка 13 литров. По городу. Трасса в районе 10, опять же, все зависит от скорости. Если ехать вообще, то есть, специально экономить топливо, расход 7 литров на 100 километров, запас ход у него, получается, он показывал по компьютеру больше 1100 километров. Это на полном баке? И при круизе на скорости примерно где-то 110-120 километров в час. Ну, отлично, отлично. Как, на твой взгляд, вот уже по опыту эксплуатации не капризен к топливу автомобиль? Не было проблем? Проблем не было. Какой-то определенной заправки установлен не привязываюсь, езжу и по трассе, да. Ну, конечно, стараюсь там из-под тепловоза заправляться, заправляться на брынных заправках, но конкретно там, что там, конкретно лукоил, или конкретно там бипи, такого нет. Проблем никогда не возникало по топливу. То есть, по поводу зимней эксплуатации задают вопросы зачастую. То есть, никаких проблем не было. Запускался в любой мороз. Я, конечно, для своего комфорта установил предпусковой обогреватель, гидроник, но, в общем-то, я могу сказать, да, вот это, кстати, выхлоп, выхлоп этой системы. В принципе, в условиях встречи полосы России, то есть, такой, как Москва, в общем-то, вещь не сказать, что необходимо. Это уже просто было мое такое пожелание, да, приходить, садиться, работать на салон. Значит, опять же, да, сказал, запускается в любой мороз с первого раза, никаких проблем никогда не было. Запускал, минимальная температура была минус 27. То есть, все нормально. Хорошо. Расскажи, турботаймер нужен этому автомобилю? Турботаймер не нужен. Глушить можно машину сразу, у него стоит дополнительная помпа для охлаждения. Поэтому даже... Электрическая, да? По эксплуатации, да, только к всему, да, написано, что никогда нельзя сбрасывать клемму сразу после остановки. То есть, нужно, должно пройти какое-то время. Вот. Такие, значит, у нас вот нюансы. Так, ну, в общем, это наш такой первый ролик первого обзора. Если все получится, мы его выложим и попробуем еще рассказать про эксплуатацию этого автомобиля и про самостоятельное обслуживание. Вот. А на сейчас, на данный момент, я думаю... О! Солнышко выглянуло. Сделаем красивый ракурс. Вот. Покажем его снаружи. Вот так выглядит этот замечательный дизель. Ну, в общем, всем спасибо за внимание. До встречи.